Всем привет, с вами Ян Матвеев. Сегодня 26 мая, 457 день войны. Собрали для вас все самое важное. Краснодар атакован беспилотниками, российский корабль мог быть поврежден морскими дронами, а в Германию уже прибыли танки Абрамс для тренировок украинских военных. Япония ввела санкции против Скобеевой, а в Москве похитили призывников. Ситуация на фронте стабильная, а вот в оккупированном Бердянске ночью произошел мощный взрыв. От фронта до города около 90 километров, так что стандартный Хаймарс не достает. Возможно, это очередное применение ракеты Storm Shadow. Украинская сторона заявила об уничтожении установки С-300, но конкретных подтверждений этому нет. Краснодар атаковали беспилотники. Вот на этих кадрах удар одного из них по одному из зданий в городе. Видите, вот он влетел и взорвался. Сообщают о как минимум двух взрывах. Повреждены офисное здание и жилой дом. Предполагается, что дроны пытались атаковать офис МТС или коммутатор сотовой связи, который расположен рядом. Он отвечает за весь юг страны. Судя по заявлениям очевидцев, один из беспилотников был сбит и горел на земле, а второй врезался в здание. Как и всегда, мы осуждаем атаки по гражданским объектам, жилым домам, инфраструктуре, какая бы страна их не наносила. Хорошо, что в этот раз никто не пострадал. Но вряд ли даже повреждение коммутатора сотовой связи как-то повлияло бы на военные действия на фронте. А в Ростовской области, в районе города Морозовск, ПВО сбило то ли ракету, то ли дрон. В Морозовске находится большой аэродром российских ВКС. В частности, там базируются фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. Тем временем, в оккупированном Донецке был дважды обстрелян местный НИИ. Российская сторона сообщает о гибели одного человека. По видеофотографиям пропагандистов здание выглядит в целом пустым. Невозможно определить, использовалось оно военными или нет. Появились новые подробности боевых действий в Белгородской области. Вот на этом видео давайте посмотрим удары фронтовых бомбардировщиков по технике диверсантов на погранпункте Грайворон. Бомбу упали в поле, но возможно это было сделано специально, чтобы не повреждать здание погранпункта, но вынудить военных РДК как-то сбежать, уйти с этого погранпункта. А губернатор Белгородской области Гладков сегодня заявил, что погибшего мирного жителя убили выстрелом в голову. Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явилось выстрелом в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Владимирович Гоевой. Преображенский батальон это один из семи батальонов самообороны Белгородской области, которые сформировали, но оружие им никому не дали. Вчера также показали второе видео атаки морских беспилотников на корабле разведки Черноморского флота Иван Хурс. Тут видно, что как минимум один дрон смог добраться до борта корабля. Вот посмотрите на этих кадрах. Был взрыв или нет и насколько сильно поврежден корабль неизвестно. Ранее Минобороны России публиковало вот такие кадры уничтожения другого беспилотника, который пытался атаковать этот самый Иван Хурс. Коношенко в своей сводке сообщал, что все три морских дрона были уничтожены. Остается выяснить, чем все действительно закончилось и какие повреждения мог получить корабль. Указ о частичной мобилизации подписан. По всей стране родственники мобилизованных обращаются к властям. Жены, матери и дети требуют вернуть мобилизованных домой. Люди на этой войне – расходный материал. Вы погибнете? Путин пристрел к новой. Даже по самым минимальным оценкам потери составляют 22 тысячи человек. Спаси свою жизнь. Не ходи в военкомат. Получи помощь юристов и узнавай все новости про повестки в главном телеграм-канале страны про мобилизацию. Мобилизация новости. В Германию прибыли танки «Абрамс» для обучения украинских экипажей. 31 машина приехала для этого специально из США. После обучения танки должны отправиться в Украину, по идее. Тренировки будут проходить в городе Градфенвер в Баварии. Подготовка должна занять несколько месяцев. Так что в ближайшее время этой техники в бою мы не увидим. Пока же проходит очередная встреча в формате «Рамштайн». Никаких сенсаций там не случилось. Вопрос с поставками самолетов все еще не решен. Канада отправит партию из 43-х ракет АМ-9. Это ракеты ближнего радиуса действия «Воздух-воздух». Также Канада расширит подготовку украинских военных медиков. Литва передаст новый пакет помощи, в который войдут противодроновые ружья, боеприпасы и сухие пайки. Суммарно Литва предоставила помощь уже на 465 миллионов евро. А вот Япония ввела новый пакет санкций против разжигателей войны. Туда внесли ведущую Скобееву. Ограничения коснутся еще 16 человек, среди которых командующий ВДВ, ракетных войск стратегического назначения, командир батальона «Спарта» Артем Жога, а также чиновники и прокуроры из оккупированных Луганской, Донецкой и Херсонских областей. Под санкции попадут и 78 предприятий российского оборонного комплекса. Более 30 российских банков подключились к китайской системе переводов ЦИПС, переводы осуществляются в юанях. Такие типы переводов для России становятся все популярнее с увеличением спроса на китайские товары. Правда, для Китая такое сотрудничество может грозить повторными санкциями. Высшая школа экономики предложила оплатить обучение участников войны и их родственники свыше выделенной квоты в 10%. Учиться это, конечно, хорошо, и как можно больше граждан России должны иметь возможность получать высшее образование. Но несправедливо, конечно, что такую возможность предоставляют тем, кто убивал и грабил граждан другой страны, а не тем, кто этого действительно достоин. В Москве силовики похитили из квартиры двух призывников. Оба имеют освобождение по состоянию здоровья, но теперь это не является какой-то весомой причиной. Ивана Дубенко и Евгения Комарова похитили из их квартир и отвезли в военкомат. Несмотря на это, Иван даже нашел возможность связаться с семьей и рассказать, что его душили и били, угрожали изнасиловать палкой, если он не подпишет военный билет. Он рассказал, что на его глазах другой призывник пытался покончить с собой, лишь бы не ехать на войну. Родственники планируют добиваться встречи у Собянина и в военной прокуратуре. Как рассказала правозащитница движения осознанных отказников от войны, это первый на ее памяти пример применения насилия непосредственно в военкомате. Людей не хватает настолько, что, как видите, буквально крадут из квартир и никакие проблемы со здоровьем тоже не являются уже уважительными. По закону ВИЧ и гепатит инфицированные тоже не могут служить, но сейчас их на фронте уже сотни, по информации издания Верстка. Одному из призывников, сообщившему о своем диагнозе, в военкомате ответили, что какая ему теперь разница, где умереть. Ну и действительно, сейчас риск умереть от ВИЧ в России очень высокий, так как необходимую терапию получает только 36% больных. Некоторые буквально идут на войну, чтобы получить эту самую терапию, так как тем, кто идет, выдают ее на полгода вперед. Об этом рассказал Верстке, служивший на войне командир. Его при приеме даже на медосмотр не водили, и никто не спросил о его статусе. Видимо, они рады были, что сам пришел, руки-ноги работают, и этого достаточно. А для пострадавших уже на войне выделят 5000 коек в больницах в 11 регионах. Госпиталя, близкие к линии фронта, уже переполнены, но в сводках Минобороны об этом, конечно, не рассказывают. Вот такие новости сегодня. Не забывайте ставить лайк и комментировать, если видео оказалось для вас полезным. А еще вы можете поддержать нас на Патреоне популярной политики. Отличная и весьма существенная нам помощь. Всем нашим патронам огромное спасибо, что то, что вы делаете, для нас очень-очень важно. С вами был Ян Матвеев. Завтра увидимся в передаче «Военное положение». А в воскресенье не пропустите очередной выпуск шоу «Самое важное» с Иваном Ждановым. До встречи! Продолжение следует...